здравствуйте друзья у нас с вами гостья которая спешит представиться гости у нас не первый раз правильно да не первый но на вашем канале буду наверно первой того что а у вас не зима мужа снимали не они снимали как-то застеснялись застеснялись вы приезжали но не снимались рассказывайте теперь всю правду откуда вы взялись вообще меня зовут елена мы все семьи из ростова на дону 2017 году вот когда не писали видео приезжали к вам знакомиться потому что вы внесли очень яркий отпечаток лично в мою жизнь каким образом внесли а тестирование так ну рассказывать как из вас как на вас тестирование повлияло ну нашла вас моя мама и она порекомендовала мне посмотреть ваш канал я сначала подумала что это развод все везде раз вот из первого раза как она говорила мы никак не получилось а в общем вас смотреть а потом я бы позже начала но уже это было давно даже не буду вспоминать когда-то году а вот я посмотрела видео потом вот поинтересовалась тестирование нашла у вас на канале бесплатное занятие на русском языке на русском языке на ваш курьер в россии жила вот мне было интересно смогу ли я реализоваться в ростове-на-дону да как тестировщик на шоу что да о потрясающе причем такую классную работу такого классного работодателя у меня вначале была идея я работала совершенно не по профилю хоть у меня инженерное образование вот и работала не по профилю и с целью чтобы просто ради денег так сказать чтобы заработать себе на маленькую курочку которая снесет мне золотые яички с помощью которых я могу просто себя хотя бы элементарно на покушать и попить содержать да и могу отдать так сказать свой мозг интеллектуальность и подумать о своем предназначении в жизнь подождите образование какое было инженера автоматизация производственных процессов ну то есть не то что там гурищица какая-нибудь то есть все таки машиностроение между прочим да и машины долга машиностроитель то есть вам не было сложно подобрать тестирование то есть как быть вполне такая понятная область естественная ну да когда я училась в институте 2002 2017 год там уже были задатки мы там что-то уже бегущую строку там программировали на элементарщина была вот но в любом случае я сразу не пошла поэтому и так мы прошли курс я просто хочу понять как вы на работу попали вы прошли курс и что вы писали в резюме я прошла курс дайте мне работу и как ты выглядела но с учетом того что я искала работу и работодателя не ради денег а вот а то что меня бы устраивало и хотелось какую-то хорошую работу найти собственно я где-то искала полгода не специально то есть я оформила свое резюме на headhunter.com у нас сайт такой да как у вас наверно не ру не хаткантер да вроде ком х х ком вот и оформила там что тестирование чтобы какой-то чуть-чуть приукрасила его свое резюме и по-моему там можно apply по-русски некоторые слова подавать подать да свое резюме специально ну вот если кто-то кому-то требуется я в нескольких местах куда я хотела подала и значит одно место оказалось там очень страшно прям совдеп совдеп там и пахло так и работодатель такой и в общем мне вообще не захотелось туда идти но мы в принципе друг другу не понравились на интервью а второе было по skype через москву там что-то требовалось для сбербанка но меня не взяли потому что у меня нет опыта у меня там что-то очень сложное требовалось плюс человек должен был сам за себя то есть сам регулировать свою рабочую деятельность его никто не контролил поэтому меня не взяли ну и я в общем-то расслабила расслабилась и особо не искала то есть мне звонили потом звонком было немного и вот один из этих звонков когда уже совсем думала ну и ладно не буду работать тестировщиком не позвонили из компании где вы эксперт называется как бы думаю что я могу сказать об этой компании пришла она очень классная она почти как у вас google там или такие компании то есть там бесплатный за объемного ростовская ростовская она питерская но в ростове у нас филиал на десятом этаже классного здания все целиком стеклянная вид на реку дон а да то есть вид очень располагающий к работе там каким-то творением так сказать девчонки симпатичные да у нас же есть памятник остовчанки вот и свободный график там было то есть не то что ты когда захотел как пришел когда не захотел не пришел но там определенные часы когда ты должен был находиться на работе а остальное время ты выбираешь либо саре рано с утра приходишь либо вечером оплачивался тренажерный зал 70 процентов страховка дополнительная была можно сказать вот как бы по вашему опыту человека который работал в каких-то сферах и потом вот оказался войти что работа войти люди отношения вообще вот как бы вся эта среда кого кардинально отличаются ты как бы вот как на запад попадаешь то есть вот не не то что вот ты в любое другое место пошел а вот что то есть такое вот как бы что выделяет а есть такое но обязательно мне кажется должен быть коллектив чуть молодой ну или какой-то вот допустим нас филиал то не раз ну не ростовский не целиком организация а вот из питера да то есть питер и москва это самые продвинутые у нас города по части науки по части там работы всего 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 а в ростове у нас получается филиал но и в любом случае он не стал кривым косым ну или каким-то подобием своего филиала как у нас часто бывает да когда что-то куда-то переносится от центра в россии вот и он не потерялся и вообще очень классный то есть там вместе собираются чтобы люди с собой общались знакомились знали друг друга и коммуникейшн между людьми настраивался вся документация на английском дивэксперт чем вот основной проект у них они обслуживают платформу который в принципе сами и создали а на теперь я только обслуживают для америки хорошо и сколько вы там проработали я проработал очень больше года но научились чему-то реально там был у кого научиться и конечно там коллектив но кому не подойдет я готова помочь объяснить но понятное дело если нет никакого там спешки там новый релиз выходит или что-то то есть если возникают вопросы ты копишь и ребята спокойно хорошо теперь вы это вы замужем уже были здесь поженились или вот но мы буквально мы поженились перед отъездом чтобы съедет наш медовый месяц сюда на три недели всего год ну хорошо ладно вот этот год как вообще в америке то чудо ну смотрите мы метались метались не знали где остаться и учитывая что пополнять свои финансовые запасы негде были мы определились с местом которая будет очень дешевая по жизни и что это было это и это оказалось фресно фресно это между скажем кривой долиной и ну или не совсем вот между лос-анджелесом и криво я не говори стороне немножко центровали на центр валу там не жарко вообще ой там ужасно как лето ужасно как пустыня наверное разница температуры зимой холодно летом очень жарко и вечером достаточно хорошо ну с утра на вечер достаточно хорошо температура население сколько там примерно ну я смотрела были данные на сайте и и оси по моему точка ком 2016 года до полмиллиона полмиллиона второй или третий город в общем-то в калифорнии по фресно как бы известно как одно из таких мест такого мощного компактного проживания армян знаете пока искала доктор армянские фамилии вот ну а так чтобы русского человека мы за год встретили наверно человека 3 это про между прочим то есть в магазине по имени спрос который вы тоже любите ходить там тоже и у нас справа вот там мы пару раз встречали а и в холлфудсе который у нас один на всю центральную долину холлфудс ну дорогой магазин да почитаю зарплаты конечно средняя зарплата во фресно очень-очень маленькая там чуть ли не 15 тысяч в год ну подойдите вот если ты за почитовой основе что-то делаешь вот какая минимальная ставка ну наверное такая ставка минимальная как по калифорнии все долларов 8 10 почему у вас вроде 13 у нас 15 здесь но а это еще делится на все равно по всей калифорнии нет нет от муниципалитета зависит значит у нас меньше хорошо значит во что он выходит там жить 1800 долларов на двоих чтобы питаться дома и не ходить по ресторану вместе то есть жилье вместе с питанием питание страховка телефон страховка на машину телефон стирка была до какого-то момента мы себе свою машинку купили стиральную потому что это очень хорошо стирать в общественных прачечных что что еще интернет подождите а вот бабичку выражали с учетом того что в калифорнии есть такой закон который очень трепетно относится беременной женщине к новорожденному их женщине с ребенка я получила страховку социальную вот и по ней родила то есть страховка оплатила до страховка оплатила я все переживаю что они затребуют деньги назад нет но страховка это страховка не работающий но мы реально не работающий у нас нет никакого разрешения они всячески просили подтвердить свой доход и спрашивали на какие деньги мы живем к так как мы не работаем вот мы никак не смогли подтвердить и я писала письмо от руки обоснования что вот мы приехали вот такая ситуация и все ну да да тут такой очень симпатичный у них маленький американец двухмесячный лежит как зовут его роберт уже так на американский манер вы его зовете как ну а роберт так и зовем нравится как полностью звучит имя роберт хорошо ну так а в целом чем вы с нашими зрителями поделитесь вы же смотрите наш канал конечно но вы понимаете аппетит скач информационный наших зрителей но чем хотелось поделиться поделиться бы хотелось тем что еще раз повторюсь ваши даже бесплатные и и даже вообще на английском языке или на русском даже тот небольшой информации которые вы дали в лекции по тестированию он очень полезен направляющий я имею ввиду что понятное дело что мы еще книжечку почитала там где-то еще информацию то есть сайты есть такие конечно не очень хорошо готовилась интервью скелетик мы скелетик даем там мяско нам надо наращивать тоже конечно него можно вас пор им можно воспользоваться и реально найти хорошую работу конечно если нет такого что нужно побыстрее почти денег нету и нужно быстрее найти хоть какую-то работу да конечно искать не очень у нас был случай смешной мне написал мальчик из харькова что он пошел на интервью должен наш курс смотрел пошел на интервью и менеджер там женщина была она ему говорит ну вот там что она спросила агит вопросы есть и он как положено там по нашим лекциям значит он говорит вот как вы видите идеального кандидата на эту позицию и она готова спортного смотришь подписчиков достаточно многое что же но вот как-то бренд такой есть я я не думал что вас в отечестве так широко знают но во всяком случае вот да как вообще как направляющий как взять применить ну вот хоть что-то хоть как-то сам самообучиться так сказать очень даже прекрасная информация говорю если не бежать ради длинного рубля или вообще ради какого-то рубля то очень даже можно найти работу но в итоге вот работа который вам там дали в ростове с точки зрения рубля она как было поначалу вообще стандартно так скажем дают для новичков тем более что я совсем без опыта никакого то есть у меня все теоретическое знание вот а для опытных они еще там и поторгуются точно так же как у вас здесь на долине то есть если им предлагают что-то и они говорят а вот не то вот давайте столько там думают и переговоры то есть опытные еще на дают и дают даже может быть иногда и слегка и больше чем они даже и просили потому что если человек стоящий потому что программисты у нас очень даже ребята все из ряда вон ну видимо как и здесь русских так очень любят программистов ну то есть если они научились если мы это нравится то они очень такие вдумчивые ну что же хорошо хорошо так вы в америке ну допустим завтра вам пришло разрешение на работу да вы чего будете делать мне бы хотелось удаленно конечно найти но тут знаете как я еще не пробовала не прощупывала и так этот рынок труда а вот но хотелось бы конечно удаленно из-за ребенка что хотелось посмотреть как он все-таки растет он меняется каждый день а вот но с учетом нашей новой ситуации на нашей новой жизни ковид все дела то есть многие люди перешли на работу онлайн я очень рассчитываю что это поможет мне даже без опыта работы здесь получить работу то есть опять же не важно за какие деньги первая работа ну хотелось а вот английского как английский хорошо откуда школа потом студенческая программа и плюс на этой прекрасной работе на которую я нашла у нас были бесплатные курсы по английскому что такое студенческая программа в горкам travel чё делали в ресторане там ой чё так и не делала и полы мыла хорошо но на английском нет ну тут если выбирать работу там где приходится мыть полы то это не очень помогает английскому не очень помогает держаться вот если компания друзьями очень часто приезжают там 24 человека это не очень помогает учить английский а когда абстрагируешься от русского общества и начинаешь искать общение только среди иностранцев ну в смысле американцев да то это дает прям рывок и прорыв если если еще везет и ты знакомишься с человеком который как радио нон-стоп разговаривает есть очень хороший способ вас есть машина автомобиль до вы приехали в каждом городе есть senior center такое место где старички они там время проводят их там ими занимаются и они такие бодренькие они могут они любят поговорить и вы можете волонтерить вы можете пойти в senior center позвонить искать я хочу быть волонтером и вы можете объяснить почему чтоб разговаривать с людьми и так далее будет ходить там три раза в неделю по два часа и будете разговаривать и денег не стоит вот как за уроки на деньги плати тут просто говоришь людьми ну да ну знала еще знаете про школу для взрослых аду обедал и там тоже собственно бесплатные английские как 2 есть но есть разница между тем что ты ходишь в школу и тем что ты просто общаешься на языке вот так же как вот если берешь курсы по тестированию или сидишь тестируешь это разные вещи ну что же хорошо а что супруг собирается делать вот завтра полупту на разрешение работы что будет делать ну с его знанием английским английского это только наверное доставка развозка ну хорошо в перспективе перспективе может быть тренером так как он был тренером он по какой части тренировать но он не в университете был преподавателем по физкультуре и собственно занимается сейчас мы ему купили здоровенный такой девайс вот как у вас у вас power тавар наверно нету там где плап сделаешь подтягивание вот мы ему купили такой вот он всячески там подтягивается там только не делает каждый день но он спортсмен как-то боксом занимался коллега да хорошо в каком обществе у вас сейчас в моем нет нет а вот раньше это спартак динамо там да нет там была вот у нас в ростове было даже вот так сказать культурно ну что-то вроде знаете как эти клубы которые подвала для хулиганов ну что-то типа я в спартаке занимался хорошо ладно что же дело такое значит но настроение хорошее у вас санта-крус как тут получилось что россия помогает америке и учитывая что сейчас у нас горит калифорния и даже несколько дней было даже некуда бежать совершенно потому что ниже 150 нигде не было места в калифорнии вот как ветер я не понял а россия помогает америке чем бабушки и спонсируют чтобы мы не дышали вместе с маленьким ребенком задумленность просто идешь и не душа путин бабушки вам дали три копеечки вы поехали на машине в санта-крус уже не первый раз в лотерея пребывали и санта-крус мы пребываем очень симпатично мы боимся туда ездить уж там тоже воздух вот по сравнению с нашим не лучше то есть он хотя последние пару дней воздух очень хороший да продуло ветер поменялся а вот поменяется в обратную сторону что нам светит в нашем фресле то говорят что наш дым уже в нью-йорке чувствуется я думаю не железной скорости он может распространять ну не знаю в общем хотя к случаю явно подуло в другую сторону вряд ли огонь погас а ну и как есть вот что вы рекомендовали сайт файл калифорния файл файл к а вот это можно смотреть насколько потушен пожар вот точно находится у вас чуть севернее сан-франциско он очень огромный по моему самый большой самый первый он потушен на 86 процентов а нас на наш рядом с нами с пресно сьерра горит потушена на 16 процентов было вот всего всего лишь до 16 числа по моему они объявляли как у вас там тоже лица что я думаю у вас там степь какая-то степь-то степь так до гор 40 минут до ближайших вот эти ближайшие горят и воняют есть ли у вас вопрос на русский магазин нет покажу я гречку селёдку но мы это гречку едим вот радовала гречка в холл-фудсе зеленая не жареная но потом она же перестала радовать в том числе и вас чего же тоже нету чернички гречки зеленые в холл-фудсе я не могу сказать потому что у нас дома то есть а есть она вы видимо запасливый закупили а мы не успели мы по чуть-чуть по чуть-чуть брали а потом все эти штуковины дын 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 опустили опустошились откуда вот вы вытряхиваете и все и кончилась гречка а по 4 доллара только да вот можно купить гречку в русском магазине у нас есть на самом деле интернешнл магазин называется папайя там какая-то не суть важна индусы открыли и торгуют всяким разным китайским русским огурчики там помидорчики есть там я находила гречку но правда ни разу не покупала ну вы вот сейчас едете снова во фресно или что да 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 так вы можете заехать в русский магазин тут да можем у нас чуть-чуть осталось запасов с прошлой и потом я собиралась попробовать купить в нашем вот международно ну да ну хорошо ладно чё же спасибо и давайте мы тогда что же сделаем пожелаем чё пожелаем нашим зрителям пожелаем собственно если вы чего-то хотите достичь особенно если это касается тестирования той да и причем я же говорю вы очень часто повторяли на канале что это знание больше и и ориентация на рынок америки до трудовой рынок америки ничего подобного это очень не подходит и для россии в том числе потому что многие люди которые открывают компании или продолжают стараются быть в ногу со временем смотрят вот как происходит в америке и очень даже копируют очень даже ваш опыт полезен смысле не опыт а те знания которые вы предлагаете ну я думаю что в россии очень многие проекты тестируются для западных заказчиков поэтому создать продать а потом поддерживать на самом деле переносимо потому что мы для этого рынка и и учим да так что ну что же хорошо то есть ваши ваши ваш месседж такой что ребята учите тестирование ну кайф тестировать правда классно ошибку нашел а потом раз починили да потом еще смотришь на каждое приложение которое грузишь или на сайт это за и начинаешь вот тут это не так вот это не работает жить стало хуже что раньше этого как-то особо но зато чувствуешь себя человеком муж доволен что вы тестируете ну это здесь достаточно я думаю что можно будет многого добиться плюс если еще изучить автоматизацию конечно котируются люди ничуть не хуже программистов я вам годиков то не много совсем 35 маленькая еще ну не ну конечно не не 16 а нет конечно тут уже это но тем не менее вам еще до пенсии 30 с лишним лет вам еще надо поработать но вы планируете еще бабичков у вас такие такой сладкий мальчик получился ну не знаю получилось рассчитывалось на определенные определенные шаги пройти но не очень их получилось пройти в данный момент немного расстроена потому что получилось ну кесарево сечение и в этим и и напуганная расстроена но как смотрите если поехать я думаю в сан-франциско там люди более продвинутых допустим где марина могилка рожала да это люди наоборот борются за то чтобы люди естественно да все происходило а фресно на самом деле я бы сравнила вот с ростовской городской больницей то есть там персонал понятное дело и качество комната где находишься врачи оборудование все это новее лучше чище и так далее да я была в индивидуальной комнате абсолютно не 8 мороженец в 1 в 1 вот то есть было все очень там эти медсестры постоянно заходили очень все улыбчивые все хотели помочь вот но вместе с тем здесь вернее ну там так как я там опыт только был некоторая все-таки ну как бы я сказала совдеповская наверное закалка что кесарева это хорошо то есть это ничем не лучше чем естественные роды они считают но есть такой да но другой стороны все-таки знаете вам что же не 18 рожать-то первого да дело в крупности был большой парень сколько он родился почти 8 фунтов ну что четыре кило почти ну я вам скажу ничего страшного ну понятное дело девочку вынули все зашили ладно ну хорошо что же вам много мальчик совершенно очаровательный такой мальчишка и тихий какой смотри ой но мы его как-то приучили воспитали вы знаете говорят нужно его будет там через три часа кормить там каждые два часа мы вот пусть сын спит спит но его так классически кормите там он кушать сам хорошо зона маму кушает не не из коробочки я стараюсь натуральненько питаться олежки там прежде говорим мы питаемся дома вот как у вас света потому что если честно выйти снаружи достаточно мало где можно покушать так чтобы и здорово вы ему смеси не даете да и водичку ничего то есть будет и водичку да нет ночью молоко в чем вам не надо ну может мало и может пусть ничего не мало хорошо ладно ладно все тогда давайте вы мы наших зрителей заинтриговали а у вас есть какой-нибудь фейсбук может быть канал на ютюбе отвечаю на вопросы если у кого-то будет только на те на которые смогут и да то есть прямо под видео а если кто-то хочет индивидуально пообщаться ну конечно есть ну тогда там же и напишите там же напишу все друзья мы прощаемся с нашей гости а я еще хотела знаете что сказать люди которые по грин карте переезжают чтобы так как у них есть возможность готовиться до приезда до переезда там в любое место чтобы они изучали информацию и не так чтобы нашли вот один источник и его только исключительно пробивали читали это как они любят многие любят выбирать смотря видео там куда поехать на мой город туда-сюда но люди все разные потребности разные желания разные и я думаю что нужно как минимум 10 источников посмотреть разных канала давайте вашей длину какие у вас 10 ну вот ваша таня генерала к примеру да не генерал могилка до могилка марина но она в калифорнии просто чуть-чуть севернее живет а наталья фалькона и из флориды еще из флориды есть молодые ребята парень проходил ваши курсы онлайн и кто-то дуболинки фэмили я не знаю но у них они в канал завели совершенно недавно может год или два в них не очень много подписчиков но в любом случае они рассказывали что парень сейчас работает он работает уже давно тон как они приехали не выиграли грин карту и работали опять где попал общей английского не было потом паша зовут прошел ваши курсы онлайн не переезжай не живут в тампе а вот и нашел работу в которую ездил я не знаю сколько долго но достаточно давно ездил три часа туда три часа обратно когда мы тогда уточены стампы есть там куда-нибудь в орландо ну примерно наверное не знаю все такое такая информация вот это вот сколько у человека желания было работать и сейчас он так как он уже давно проработала на хорошем счету компании он три дня работает из дома 2 дня ездит туда вообще не стал менять компанию не стал менять компанию ему потихонечку я думаю повышают денежку ну хорошо давайте другим и каналы перечисляем вот эти вот дуболинки вы всегда дуболинки фэмили канал называется и еще был ваш ученик вячеслав святослав него какой-то он потом он потом в религию ушел и нет другой канал у него стал этот да нет вроде а хотя у него было еще странное такое название ну не суть у него просто такие емкие видео были да я знаю у него у него очень каждое видео было здорово очень сильная у него очень много взяла по моему все это поснимал он все это поснимал и сделал другой канал и аквин 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 да вот это самая аквин он стал делать другой канал там по религии чуть ли не бастером стал там я не знаю что он здесь поработал наработал за большой мешочек он большой молодец и все семьи у него три ребенка один родилась здесь приехал по моему в техас 8 все русские году уехал да есть еще англоязычные каналы и у тех кого английский хороший их неплохо читать потому что это будет информация что ли но вот здесь если слушаешь русских она пропущена через русский разум и понятно по-своему может быть а это можно сказать как первоисточник то как воспринимает его здесь местная родившиеся здесь живущие люди если английский хороший вот и многие советуют пример машину не покупать у дилера ну в смысле не у дилера а у как сказать компании да купить ее с рук почему потому что во первых можно поторговаться во вторых в компании нет гарантии что вы купите машину что она будет очень хорошая если она дешевая то здесь люди не очень проверяют они не очень как сказать дотошны до деталей то есть какого я не знаю слышали вы или нет у тани генералу муж купил машину у которой двигатель был совершенно но поменял я другой модели машины то есть он подошел туда его туда воткнули они эту машину купили у дилера но у компании которая торгует машинами да и она стоила там немалых денег но я имею ввиду больше десяти тысяч я предполагаю вот и в итоге они обновь не что-то случилось и так что это заставило их залезть под капот и увидеть что двигатель не соответствует быть на коне вот я про то что если очень дешевую машину покупать то она не соответствует может не соответствовать и в дилершипе могут точно также обмануть как и я бы честно сказать ориентировался на несколько есть очень знающих людей про покупку автомобилей которые знают про это все наших соотечественных которые по-русски все объясняют и просить их помочь купить это отдельно если там придется но в принципе есть информация о покупке автомобилей исключительно точная тонкая особенно форуме говорим про вес если вы смотрели я чувствую бабичка наша начинает просыпаться ну хорошо прощаемся с нашими зрителями и идем кормить дырчик